Женский монастырь находится в долине реки Псаха, рядом с греческим селением. Монастыря 18 лет в этом году, но не думайте, что там места наволены, потому что на месте женского монастыря в советский период, до советского периода греки, греческое селение рядом, и там жила одна очень воцерковленная семья греков. Может быть, по молитвам хозяйки, гречески, так уж выгодно, чтобы женский обитель возникла именно в этом месте, так как первоначально планировали женский монастырь построить в другом немножко месте. Но чтобы сохранилась приемственность старого монастыря, монастырь, куда мы едем, это свято-георгиевская женская обитель, свято-троицкий, георгиевский женский монастырь. И вот мы так спустимся к монастырю, и вот великолепная обитель откроется. И сразу храмы построили. В монастыре несколько храмов. Это храм в честь иконы Песчанской Богородицы, вот такой переварный иконостас, очень красиво. Обязательно вы туда пойдете. Владимирская Богородица, храм, там-то и церковная лавка, записки вы напишите, если будет ваше лагерь. Затем Семистрельная Богородица, невероятно красивый также иконостас. Вот и... Тут жили. Утолимые печали, храм Святого Уара. Вот я перечисляю храмы, которые вы будете сегодня посещать. А вот храм Святого Уара, именно там можно помолиться за души людей, умерших, беспокоение или крещение. Вот не знаете. Или, допустим, военнослужащие, сыновья, внуки, там, мужья на службе. И вы не знаете, командировки, крещен он или нет. Вот поэтому именно в таких храмах, храм Святого Уара, и молятся за таких людей. Ну, узнаете историю храма Святого Уара, почему именно вот на территории женского монастыря такой построили храм. Нас будет встречать монахиня, матушка Иоанна, в миру Люпе Акарне Дмитриенко. Вот антрологом она была тогда еще. И только в 2000 году она ушла в монастырь, в 2005 году приняла монашеский острик. И сейчас она глубоко преклонных лет, но ясные добрые глаза, прекрасная речь, интересный рассказ. Вы будете просто удивляться и, конечно, разбить у нее благословение. Вот она будет ходить, она все вам расскажет. И просьба все время от нее, вот она расскажет, потом даст возможность поставить свечи, написать записки. И вам затем будет предлагать прийти в другой храм. Так как у нас группа большая, поэтому вы уберите серпение. Если первыми написали записки, вы не поставили свечи, посидите в храме, побудьте там. Или вы выйдете на территорию, посидите там на скамейке. И дождитесь, пока матушка не выйдет и не поведет вас в другой храм. Живут они небогато, скромно. Ведь как ее пришли, наступила перестройка, турбаза железобетонного карбината была разрушена. И вот в эти места пришли четыре женщины из Белгоручина, четыре монахини. И по благословению Петрополита Кубанского и Сидора, они приступили к возобновлению монастыря. Но они не могли своими силами, откуда у них столько денег. И монастырь изначально строили храмы, четыре храма, четыре сочинские семьи. Ну, деньги мы выделили. У каждой семьи своя трагедия, своя боль была. Вот это вы сегодня услышите. Ну, а затем греки присоединились, жители Сочи также. И сейчас они также достраивают храм Ливерской Богородицы, вот, Игуменьи горы, Ахонская уже, храм также новый, просто сверкающий. Все это вы увидите. Как живут монахини. Их немного, их пять. Послушниц. Послушниц, наверное, чем 15. Ну и трудницы. Трудницы постоянно меняются. Ну, это вот, мы поговорим потом о жизни монастыря, потому что не так уж легко. И, конечно, на территории монастыря есть еще целая выпечка. Сами они пекают и предлагают монастырские хлеба, булочки. У них даже свой шоколад есть. Ну, они-то это договорились. Симашевская, вы там сходите, армянская фабрика. Ну, захотите, да, ну, посмотрите. Фотография монастыря. Вот, главное, булочки, чай, хлеб монастырские. Это уже пожелание. Если будет время, вы зайдите, посмотрите. Вот, ну, а все время вы будете в основном с матушкой. И фотографировать внутри храма нет благословения, зафиг не надо. Фотографировать можно только наружное, вот, снаружи, со стороны внутреннего дворика. А так вы увидите великолепную реку, Псаха. Вот, я про хвосты вам рассказывала, река, как она разливается. Река Пзынта здесь тоже имеет особенность разливаться, затапливать, и сейчас здесь постоянно откачивают воду. А вот Псаха, река, а вы увидите, что храмы буквально у реки построены, стоят. И река никогда не разливалась. Представляете? Вот все это по-божьему такому убеду, вот, со мнением. И, когда бывает даже дожди, мы приезжаем в монастырь в ненастную погоду, то смотрим, вот именно над монастырем такое светлое попятнышко и практически дождем как бы нас специально так оберегают, чтобы мы смогли получить удовольствие, отдохнуть. Мы это не раз замечали, и как только выезжали из монастыря, в ненавиере, опять... Субтитры создавал DimaTorzok